Привет, с вами DarkX и в этом видео мы поговорим о душах в Mortal Kombat Mobile. Души это самая основная валюта в Mortal Kombat. Их мы так долго копим, но так быстро тратим. Тратим в основном на наборы с алмазными персонажами. Либо если вы новичок, вы тратите души, обмениваете их на монеты, либо покупаете золотые наборы. Ну, после этого ролика вы узнаете, что души довольно-таки и недолго копятся. И узнаете, как можно быстро их фармить и быстро тратить. Итак, начнем. Выходим с коллекции. Первый способ, ну а один из способов заработка душ, это... Кликаем на бесплатные души, это просмотр рекламы. Пять душ за одно видео, три видео в день. Пятнадцать душ, около за минуту, получаете. Там одна реклама, это 20 секунд, ну примерно. Иногда бывает меньше, либо больше. Вот пятнадцать душ у вас каждый день есть. Плюс при входе в игру каждый день вообще, вам дают три или четыре души. И еще, когда вы открываете карточки там на столе, нужно каждый день входить, там тоже есть шанс выбить четыре души. Также есть задания, ежедневные задания. За выполнение вот всех этих простеньких заданий, вы получаете 18 душ. Ну и также несколько тысяч монет. Задания довольно простые. Там, входите в игру днем, входите в игру вечером. Открыть два бронзовых набора, улучшить спецприем. Купить или соединить карту поддержки. Повысить уровень персонажа. Три победы в испытании, семь побед в испытании, двенадцать побед в испытании. Победить в быстрой битве в войн фракции, победить в обычной битве в войн фракции. И в восемнадцать душ и несколько тысяч монет, извиняюсь, у вас уже на аккаунте. Ну, а теперь переходим к самому интересному. Это к заданиям. Именно за задание вы можете получать больше всего душ. И так я расскажу, как вам их здесь фармить. И так, один из способов, если у вас есть так нормально, ну скажем, много свободного времени, вы ставите задание на час. Именно на час. Если посчитать, то задание на час приносит больше всего душ. Если бы вы в это время, извиняюсь, как-то заговорился, выполняли бы задание на восемь часов, либо на двенадцать. Вы получите меньше душ. Но если вы ставите задание на час, несколько раз подряд вы фармите очень даже неплохо. У меня выполнилось три задания. Это в третьей башне задание пятнадцать, необузданный хаос. В пятой башне задание двадцать семь, логово воров. И в четвертой башне задание двадцать один, друг познается в беде. За эти три задания вы получаете двадцать пять душ. Ну, иногда двадцать семь. И если поставить эти задания шесть раз подряд, то вы уже получаете сто пятьдесят душ. Просто ничего не делая. Зашли в игру, поставили задание, вышли, через час зашли, забрали и опять поставили. И так около шести раз. Но если у вас есть больше свободного времени, ставите больше раз эти задания. Ну, я ставлю около пяти-шести раз. А потом, где-то в восемнадцать, в девятнадцать ноль-ноль, я ставлю задание на двенадцать часов. Ну, потому что, как бы, вечер, не всегда есть свободное время там вечером. Ну, уже просто хочется отдохнуть. И как раз, ну, на ночь задания выполняются. Часть вечера и на ночь. Утром вы встаёте, задания уже выполнены. Вот, например, я ставлю задание семь на двенадцать часов. Двадцать восемь душ. Во второй башне задание одиннадцать на двадцать три души. И какой ещё башни? В третий, вроде бы. Так. Задание шестнадцать, тоже на двадцать три души. Эти задания я ставлю где-то в восемнадцать, в девятнадцать ноль-ноль. А днём несколько раз выполняю задания на час. Вот эти, которые у меня сейчас выполнились. Также, когда вы выполняете задание, вы набиваете путь славы. И здесь может выпасть где-то от тридцати шести до сорока шести, сорока девяти душ. Ну, а также другие награды. Так, заберём-ка души за задание. За это задание я получаю восемь душ. И нажимаю кнопку повторить один час. То есть, ставлю ещё на этих же самых бойцов. Кстати, отправляйте нас, если у вас много бойцов, отправляйте на задание тех бойцов, которые вам не нравятся, либо вы ими не играете. Только смотрите, чтобы вероятность выполнения этого задания персонажами была не менее девяносто процентов. За это задание я получаю тоже восемь душ. Повторить. Так, восемь, восемь, шестнадцать душ уже получил. В этом задании девять душ. Вот я уже получил. Так, шестнадцать, девять. Вот как раз получилось, как я вам говорил. За три задания на час вы получаете двадцать пять душ. Иногда больше. Но обычно не менее двадцати пяти душ. За эти три задания. Повторяем. Так, задания поставлены. Когда они выполнятся, я набью славу сто процентов, и мне выпадет еще какая-то случайная награда. И что еще отдельно можно сказать, так это про испытания на золотых персонажей. Там тоже можно очень хорошо получить души. Сразу испытания на нормальной сложности. Вы проходите полностью. На нормальной сложности. Это у меня сейчас высокая, но я вам объясню на примере. На нормальной сложности за битву за башню пять вы получаете пятьдесят душ. И там еще двадцать душ сдается. Просто, ну, посреди боев. За башню четыре, где награда серебряный набор, дается пять душ, а потом десять. Это пятнадцать душ. Того уже шестьдесят пять душ. И за башню три, только серебряные персонажи, дается тридцать пять душ. И вы получаете уже сто душ. Вы проходите полностью остальные башни, которые остались. И вот у вас появляется испытание теперь на высокой сложности. И вы проходите только серебряные персонажи и получаете сорок шесть душ, как я. Вот я прошел, я прошел на нормальной сложности. И теперь прошел еще на высокой эту башенку. Но если вам лень проходить все, проходите, как я, вот эту башенку на сорок шесть душ. После того, как прошли все испытания на нормальной сложности. Вот еще сто сорок шесть душ. Ну и... Если все это выполнять, можно очень хорошо нафармить душ. Ну если выполнять все, как я говорю. И каждый день, либо через день, покупать алмазные наборы по четыреста, четыреста пятьдесят душ. Советую под этим роликом поставить лайк. Ну если он вам понравился. Ну и чтобы поддержать меня и мой канал. Также обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ссылки на мою группу в ВК и на мой инстаграм в описании. А с вами был DarkX. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok